Субтитры создавал DimaTorzok в учреждениях МВД России. Представитель госавтоинспекции Ирина Чекмарёва выразила благодарность студентам за их участие в акциях по пропаганде безопасности дорожного движения и напомнила о важности использования световозвращающих элементов для пешеходов. Предположим, сумка со световозвращателем. Либо это световозвращающие вот такие вот браслетики. Я могу еще раз. Они очень удобные. Защелкиваются на одежде сверху. Также перед собравшимися выступил представитель казачьей народной дружины, которая на территории нашего муниципалитета помогает сотрудникам полиции обеспечивать безопасность населения. Целью создания дружины является обеспечение общественного правопорядка на территории Ленинского муниципального района. А задачами контроль за соблюдением общественного правопорядка жителями Ленинского муниципального района. Затем ребята посетили тир, где инспектор по вооружению рассказал об использовании боевого оружия и основных средств защиты. К примеру, легкая каска используется в экипаже. Исключительно защищает от ударов палкой или любыми другими предметами тяжелыми. Стрелять студентам не позволили, но подержать в руках пистолет Макарова смогли все желающие. От сотрудников дежурной части учащиеся узнали о системе видеонаблюдения «Безопасный город». Также ребятам объяснили, как происходит регистрация обращений граждан. Мы распределяем уже по экипажам, определяем, что за сообщение поступило и кого необходимо направить. Все зависит от того сообщения, которое поступило. То есть о преступлении или о помощи, или человек просто хочет проконсультироваться в той или иной ситуации. В завершении экскурсии студенты смогли увидеть изолятор временного содержания, где находятся подозреваемые в преступлениях. Может быть, теперь, ближе познакомившись с профессией, кто-то из молодых людей выберет на будущее работу в полиции. Она тяжелая эмоционально и в моральном плане. И не каждому человеку это будет, скажем так, дано. Узнал про казачье общество. Был интересный фильм про сотрудников полиции. И также в будущем планирую стать сотрудником оперативного отдела. А в настоящий момент ребята принимают поздравления с Днем российского студенчества. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.